В открытом космосе дыхание становится решающим фактором. Представьте себе, прежде чем покинуть безопасный корабль, вы обязаны полностью выдохнуть. В противном случае воздух, оставшийся в легких, начнет расширяться, что может привести к катастрофическим последствиям для вашего организма. Но как только выдох совершен правильно, у вас есть около 15 секунд сознания, прежде чем дефицит кислорода заставит вас потерять сознание. Космический вакуум — это не просто отсутствие воздуха. Здесь нет среды для передачи тепла, и тело человека будет терять тепло только через излучение. Интересно отметить, что пот и слюна начинают пениться, но это вовсе не из-за закипания в привычном смысле. Это происходит из-за пониженного давления, что вызывает испарение при нормальной температуре тела. Важно и то, что, вопреки мифам, тело в космосе не взрывается. Кожа и ткани удерживают внутреннее давление, сохраняя целостность. Однако, без своевременной медицинской помощи, в течение полутора-двух минут последствия могут стать фатальными. Теперь, когда перед вами разоблачены главные тайны вакуума, возникает вопрос, какие же еще факторы определяют взаимодействие человека и космоса? Ответ кроется в том, как наши физические особенности могут адаптироваться и выживать в столь экстремальных условиях. Космический вакуум — это необычайное место, где привычные условия нашего обитания резко меняются. В то время как на Земле мы окружены атмосферой, в космосе давление стремится к нулю, а молекулы практически отсутствуют. К примеру, в отдаленных участках космоса на кубический сантиметр приходится всего около одной частицы. Это делает дыхание без специального оборудования невозможным. Что особенно удивляет, так это способ передачи тепла в условиях вакуума. Поскольку в космосе нет воздуха или любой другой материи для проведения или конвекции тепла, энергия распространяется главным образом через излучение. Это означает, что теплообмен зависит от инфракрасного и других спектров излучения звезд и небесных объектов. Также важно понимать, что космический вакуум, хоть и невероятно пустой, не является абсолютно пустым. Здесь всегда присутствуют отдельные частицы и излучение. Поэтому даже в такой среде продолжают действовать фундаментальные законы физики, но их проявления мы видим иначе. Вакуум не вызывает необратимые изменения материи как таковой. Однако массовые потери вещества из-за испарения и уноса молекул с поверхности объектов здесь вполне возможны. Загадочная природа вакуума открывает нам удивительные стороны космоса. И это лишь начало нашей захватывающей научной экспедиции. Пора изучить, как человеческое тело реагирует на столь необычное окружение, и действительно ли наша физиология может выдержать такие испытания. Когда человеческое тело оказывается в условиях открытого космоса, оно сталкивается с рядом невероятных испытаний. Кислорода вокруг нет, и через 10-15 секунд наступает гипоксия, когда мозг перестает получать необходимое количество кислорода, а это приводит к потере сознания. Однако, вопреки страхам о моментальной гибели, наши ткани и кожа достаточно прочны, чтобы временно защитить внутренние органы от мгновенных разрушений. Низкое давление вакуума вызывает уникальное явление – эвапорацию, когда жидкость в теле начинает испаряться. И хотя это звучит пугающе, тело не взрывается и не раздувается драматично. Однако другие проблемы, такие как воздействие радиации, делают свое дело. Радиация и тепловое излучение звезд действительно несут опасность, но их долгосрочные эффекты требуют времени и не поражают мгновенно. Несмотря на кажущуюся тишину и отсутствие воздуха, космос наполняет нас удивлением. Это беззвучное величие и невидимая энергия, простирающаяся за горизонты. Внешние температуры не вызывают моментальной заморозки или перегрева, так как теплообмен в вакууме идет медленно. Загадочная природа вакуума ставит вопрос о том, насколько эти мифы переплетаются с реальностью. Но есть еще одна важная деталь, связанная с выдохом. Обладатели просторного пространства должны помнить, что при выходе в вакуум нужно выдохнуть заранее, иначе расширяющийся воздух в легких может вызвать серьезные повреждения. Однако под этим стоит нечто гораздо более интригующее, связанное с популярными заблуждениями о выдохе в космосе. Выдох в открытом космосе — одна из тех тем, которая порождает столько мифов и заблуждений, что уже трудно отделить правду от вымысла. Давайте начнем с того, что человек не замерзает мгновенно и не взрывается. Эластичность тканей и кожных покровов препятствует разрушению при внезапной декомпрессии. Вакуум создает условия, в которых температура не переходит на тело моментально, поэтому замораживание не происходит мгновенно. Однако постепенное охлаждение всех тканей тела остается неизбежным. Также важно понимать, что при выходе в космос задержка дыхания ведет к опасности. Если не выдохнуть, расширяющийся воздух в легких может вызвать баротравму. Это именно тот момент, который предельно важен для выживания. Нужно выдохнуть, прежде чем покинуть безопасное пространство корабля. Еще один миф связан с идеей, что жидкости нашего тела закипают мгновенно. На самом деле процесс больше похож на ускоренное испарение, чем на мгновенное кипение. Все это подкрепляется реальными научными данными. Потеря сознания наступает примерно через 15 секунд из-за кислородного голодания, а смерть через полторы минуты, хотя это время может слегка варьироваться. Многие мифы о космосе остаются в нашей культуре из-за эффектной подачи в фильмах, но реальность зачастую куда более сложна и порой более интересна, чем вымысел. Эпос космоса и его тайны продолжают пленять воображение. Именно поэтому изучение научных фактов о взаимодействии человека и вакуума столь захватывающе. Впереди у нас есть еще много удивительного, что космос может открыть нам, и это не ограничивается только вопросами дыхания. В открытом космосе дыхание становится опасной задачей. Без воздуха вокруг существует угроза баротравмы, если пытаться задержать дыхание в случае внезапной декомпрессии. Представьте себе, что расширяющийся воздух в легких может серьезно повредить дыхательные пути. Поэтому астронавтам строжайше рекомендуется полностью выдохнуть, покидая космический корабль. Тело в вакууме сталкивается не только с проблемами дыхательной системы. В условиях низкого давления жидкости организма начинают спонтанно испаряться. Это явление, известное как эбулизм, приводит к быстрейшему образованию газовых пузырьков в тканях, вызывая опасное отравление. Кроме того, в вакууме отсутствует среда для передачи тепла и тело начинает терять тепло только через излучение. Несмотря на то, что моментальной заморозки не происходит, постепенное охлаждение остается неизбежным. Вопреки возможным заблуждениям, наша физиология не может адаптироваться к вакууму. Без защитного скафандра даже кратковременные воздействия вакуума смертельно опасны. Подготовка астронавтов направлена лишь на минимизацию рисков в аварийных ситуациях. Без возможности полной адаптации. Наши внутренние процессы, такие как работа легких, зависят от особенностей давления и обилия воздуха, которые характерны только для Земли. Все это подчеркивает, что выживание в космосе — сложная задача, требующая не только научного понимания, но и строгих защитных мер. Сталкиваясь с вакуумом, мы открываем удивительное и иногда пугающее взаимодействие между нашей планетой и безграничными просторами космического пространства. И все же взаимодействие с этим инопланетным окружением порождает множество вопросов, требующих глубокого научного анализа и дополнительных исследований. Представьте, в открытом космосе тотальное отсутствие давления. Если мы выдыхаем перед разгерметизацией, риск баротравмы легких снижается. Дело в том, что необычное расширение воздуха, стремящегося из легких, происходит медленно, если нет попытки задержать дыхание. Это подтверждается реальными случаями, когда баротравмы в условиях вакуума, как правило, оказывались в слабой степени. Но это не отменяет другую опасность — потерю сознания из-за гипоксии. Через 10-15 секунд мозг начинает страдать от нехватки кислорода. После этого без кислородной поддержки в течение одной или двух минут грозит летальный исход. Основные причины — не баротравма, а общее кислородное голодание и следующие за этим внутренние повреждения. Тем не менее, замерзнуть мгновенно в космосе не удастся. Несмотря на то, что тело утрачивает тепло, этот процесс происходит через излучение, а не через конвекцию, как на Земле. Такой теплообмен происходит медленно, так что моментальной заморозки не последует. Солнечная радиация, в свою очередь, представляет значительную опасность в космосе. Облучение может повредить ткани, но не в одно мгновение. Кратковременные воздействия способны вызвать ожоги, но внезапного разрушения тканей не случается. И, безусловно, важный фактор — декомпрессионная болезнь. При внезапном падении давления пузырьки газа в крови и тканях начинают формироваться, создавая риск серьезных травм. Но не спешите бояться мгновенного взрыва или закипания крови. Это мифы, которые ученые НАСА уже давно опровергли. Каждый из этих факторов рисует картину сложнейшего взаимодействия человека с космической средой, открывая двери для новых открытий и исследований. В этом безграничном вакууме всегда есть еще что-то, что ждет, чтобы быть открытым учеными. Как только молекулы воздуха покидают наши легкие в условиях космического вакуума, начинается удивительный процесс. Без давления, которое так привычно нам на Земле, газ в легких стремительно расширяется. Этот процесс называется взрывной декомпрессией. Вакуум, в который попадают молекулы, не удерживает их, и они мгновенно начинают распространяться в окружающее пространство. В таких условиях дыхание становится невозможным, ведь воздух — это уже не поддерживающая жизнь смесь, а просто хаотично движущиеся молекулы, покидающие организм. Человек теряет сознание через 10-15 секунд из-за отсутствия кислорода, что делает выживание в космосе без специальной защиты недостижимой целью. Еще один интересный факт. Жидкости нашего тела начинают кипеть при температуре тела из-за резкого снижения давления. Это не приводит к мгновенной гибели, но самим процессом кипения тело теряет драгоценное тепло, постепенно охлаждаясь. Исторически значимые эксперименты помогают нам понять эти процессы лучше. Один из таких случаев — знаменитый прыжок Джозефа Киттингера с высоты более чем 102 тысячи фута в условиях стратосферного разрежения. Это показало, как действует низкое давление на человеческий организм. Космические станции, где астронавты проводят много месяцев, оборудованы сложными системами регенерации и очистки воздуха. Эти устройства позволяют поддерживать нормальную атмосферу внутри модулей даже в условиях космической пустоты, защищая от все проникающей космической среды. А взаимодействие с этой безграничной средой всегда рождает новые вопросы и вызовы, исследования которых могут открыть нам путь к дальнейшим научным открытиям и технологическим достижениям в освоении космоса. И все же, космос еще хранит множество секретов, над раскрытием которых ученым только предстоит потрудиться. Приступим к расшифровке таинственных экспериментов, которые НАСА проводит для понимания воздействия вакуума на человеческое тело. В 1960-х годах НАСА начала изучение воздействия разреженного пространственного окружения путем ограниченного воздействия низкого давления на испытуемых в специальных вакуумных камерах. Хотя ни один человек сознательно не выдыхал в таких условиях, информация о кратковременной выживаемости беззащитных средств появилась как результат данных авиационно-космических исследований. На Международной космической станции ведутся многочисленные исследования, касающиеся пребывания в условиях микрогравитации. И хотя эти исследования не связаны напрямую с декомпрессией в стиле выдоха в вакууме, они направлены на глубокое понимание физиологических адаптаций и реакции человеческого организма. Наблюдаются изменения сердечно-сосудистой системы, костей и мышц, а также особенности газообмена в условиях отсутствия гравитации. Вопрос декомпрессии и ее потенциальных последствий требует особого внимания. Астронавты проходят адаптацию для быстрого реагирования на резкую потерю давления, используя тренировки и снаряжение для защиты. Несмотря на редкость таких случаев, разработка стратегии безопасности в условиях космоса позволяет минимизировать риски и позволяет эффективно реагировать в нештатных ситуациях. Любая декомпрессия за пределами защищенного пространства в вакууме остается смертельно опасной перспективой. Даже кратковременные воздействия могут оставить долгосрочные последствия и требуется незамедлительная помощь для восстановления из обычного состояния. Отсюда вывод. Подготовка и понимание всех космических угроз – ключ к безопасному покорению глубокого космоса и лучшему пониманию нашего взаимодействия с необъятными границами Вселенной. Когда человеческое тело попадает в суровые условия открытого космоса, происходит необычайное взаимодействие с безвоздушным пространством. В условиях внезапной декомпрессии газ в легких быстро расширяется, вызывая гипоксию, недостаток кислорода, и это приводит к потере сознания менее чем за 10 секунд. Однако, вопреки распространенным мифам, тело не взрывается. Жидкости тела начинают закипать из-за резкого снижения давления, но структурная прочность тканей ограничивает масштаб этого процесса. Замерзание также не наступает мгновенно. Тепло теряется медленно, поскольку в вакууме теплообмен происходит исключительно за счет излучения. Эбулизм – это явление, когда в крови образуются пузырьки газа, в основном азота, из-за низкого давления. Это состояние может вызвать паралич и долгосрочные повреждения, делая пребывание в вакууме крайне опасным без соответствующей защиты. Радиация в космосе представляет собой серьезную угрозу, проникая в ткани и причиняя кумулятивный ущерб клеткам и ДНК. Это происходит медленно, но воздействие может быть разрушительным в долгосрочной перспективе. Изменения внутреннего давления также могут сказаться на органах чувств и мозги, вызывая нарушения зрения и слуха. Эти явления испытаны и изучены в многочисленных экспериментах. Например, в 66 году XX века в испытательной камере НАСА одному из участников удалось пережить кратковременное пребывание в вакууме, что стало ценным источником знаний о человеческом организме. Таким образом, отсутствие защиты в космосе грозит серьезными последствиями для человеческого тела. Эти факты подчеркивают не только суровость космической среды, но и необходимость постоянных исследований для обеспечения безопасности при освоении космических пределов. Новые достижения в этой области откроют нам двери к более глубокому пониманию взаимодействия человека с безграничным простором Вселенной, вызывая нас задуматься, как далеко могут зайти наши космические амбиции. Вопросы защиты и адаптации к этим условиям требуют пристального внимания, особенно когда на кону жизнь и здоровье. Когда астронавты отправляются в космос, их жизненно важной задачей становится безопасность, и здесь каждый элемент оказывает решающее значение. Скафандры, обеспечивающие защиту от вакуума и радиации, играют ключевую роль. Однако, вопреки распространенному мнению, они используются только в критические моменты – во время старта, выхода в открытый космос и аварийных ситуаций. На борту МКС космонавты спокойно работают в обычной одежде, надевая скафандры лишь по необходимости. Космическая радиация – это еще один фактор, представляющий опасность. Используются специальные материалы и укрытия для минимизации воздействия, но полностью исключить влияние радиации невозможно. Поэтому строго ограничивается время пребывания на орбите и проводятся тщательные замеры до соблучения. Возможные последствия для здоровья включают риски для центральной нервной системы и иммунитета. Астронавты обучены действовать в любых условиях. Проработка экстренных сценариев и риск менеджмента тщательно отрабатывается. На МКС существует документация с четкими инструкциями на случай нештатных ситуаций, а командир экипажа координирует безопасность и контролирует выполнение обязанностей. Питание и физическая активность – важные элементы жизни в космосе. Невесомость влияет на мышечную массу и костную ткань, поэтому физические нагрузки и рацион строго регламентированы. А для морального комфорта важна также связь с Землей через видеозвонки. Современные исследования нацелены на улучшение технологий, развитие скафандров, систем жизнеобеспечения. Внедрение искусственного интеллекта для мониторинга здоровья – это не далекое будущее, а уже реальность в тестовом режиме. Эти инновации будут иметь решающее значение в предстоящих межпланетных миссиях. Примеры недавних происшествий показывают, что, хотя риск в полетах все еще есть, уровень безопасности стал значительно выше. Случаи с микрометеоритами, с боями в системах – лишь часть вызовов, которые астронавты успешно преодолевают благодаря подготовке и технологиям. Эти факты подчеркивают, что, несмотря на все трудности, исследования и разработки, позволяют делать путешествия в космос все более безопасными. Это открывает новые горизонты и возможности в нашем стремлении покорить безграничные просторы Вселенной. Космическая медицина – это удивительная область, которая помогает астронавтам справляться с трудностями, возникающими в условиях невесомости. В первые дни на орбите жидкость в организме перераспределяется, приводя к отеку лица и ощущению тяжести в голове. Этим процессы не ограничиваются. Сердечно-сосудистая система работает иначе, повышая нагрузку на сердце. Для поддержания физической формы и здоровья астронавты пользуются специально разработанным оборудованием для силовых тренировок. Эти упражнения адаптированы под уникальные условия микрогравитации и строго индивидуализированы. Это позволяет минимизировать потери мышечной массы и плотности костей, поддерживать работоспособность организма. На борту МКС используются портативные лабораторные комплексы, которые позволяют проводить анализы крови и тестировать биомаркеры на месте, без необходимости возвращать образцы на Землю. Это ускоряет диагностику и позволяет врачам быстрее принимать решения для поддержания здоровья экипажа. Телемедицина играет важнейшую роль в дистанционном консультировании, хотя задержка в передаче данных представляет собой вызов, особенно для дальних миссий. Поэтому ведутся разработки автономных систем, которые смогут диагностировать и лечить астронавтов прямо на борту. Исследования на МКС охватывают клеточный уровень, включая тестирование новых медицинских препаратов. Эти исследования жизненно важны для подготовки к длительным полетам, например, на Марс. Космическая медицина становится интегральной частью подготовки человечества к тому, чтобы выйти за пределы нашей планеты. Эта сфера тесно связана с инженерией и биологией, обеспечивая комплексный подход к защите здоровья астронавтов. Космос вызывает нас заглянуть в будущее, где медицина и технологии объединятся, чтобы помочь человеку освоить новые границы. Но будет ли эта интеграция достаточно сильна, чтобы преодолеть все барьеры на пути к звездам? Вопрос, требующий ответов и новых исследований. Космос — это территория загадок и одновременно серьезных испытаний. Выдох в вакууме — это острое переживание не столько из-за самого действия, сколько из-за резкого падения давления. При задержке воздуха в легких происходит мгновенное расширение газов, что угрожает серьезными травмами. Это показывает, насколько важна техника безопасности для астронавтов. Вакуума недостаточно для поддержания жизни. Отсутствие кислорода и давления означает постоянную угрозу декомпрессии и гипоксии. Здесь герметичные костюмы с аппаратами жизнеобеспечения играют ключевую роль, обеспечивая астронавтов кислородом и защищая от опасной радиации, которая разрушает ДНК и повышает риск рака. Помимо вакуума, в космосе царит состояние невесомости не из-за отсутствия гравитации, а вследствие орбитального свободного падения. Это состояние оказывает определенное влияние на организм, снижение костной массы, потеря мышечной силы и перераспределение жидкости, приводящее к необычной отечности лица. Интересный пункт – исследование темного генома, влияющего на стволовые клетки и ускоренное старение. Эти темы требуют внимания, ведь именно сейчас ученые пристально изучают их клинические характеристики. Несмотря на эти уникальные вызовы, наука неустанно изучает аспекты выживания и жизни в космосе, а пространства для исследований еще предостаточно. Возможность адаптации к космосу – гипотеза, основанная на смелых научных предположениях. Мы только вступаем на этот путь освоения, и каждый шаг приносит новые знания и удивительные перспективы для нашего будущего в межзвездной ратиости. Правда, космос до сих пор хранит множество секретов, которые предстоит разгадать.